всем привет сегодня у нас будет вторая часть мэрлезонского балета продолжаем гулять вот здесь у меня вчера закончился аккумулятор я вам не показала самого интересного самого уютненького сегодня я с мужем хочу гулять он меня немножко смущает еще об этих полёсеньких вешают ему такие вот светящиеся штучки на шею чтобы их было видно в темноте разных цветов здесь красняшки всякие продаются у нас заканчивается отпуск поэтому мы вот каждый день сейчас гуляем вчера я сама гуляла сегодня с мужем ходим просто пешком много километров и вот смотрим что есть вот я снимаю для вас потому что надо ловить моменты пока вот есть возможность улыбки салатики красивенькие уютно как они одеты все интересно потом работает интересные магазинчики такие вот именно вот так если я представляла германию вот именно с такими вот магазинчиками таким вот дома вот такие вот интересные сожалению далеко не весь гамбург вот такой и когда мы попали ну гамбург еще ладно состройка кстати что-то ремонтирует а когда мы попали в восточную германию там конечно вообще в том городе куда мы попали выглядело все немножко ну так мягко говоря по другому поэтому конечно когда у меня очень испортилась как-то впечатление но вот здесь вот мне нравится именно вот так я представляю себе германию гамбург а вот кстати вот этот магазинчик о котором я вам вчера говорила здесь вот парфюмы вот сэрш витэн смотрите он такой красивый все так уютно тоже такой каталог интересно хочу сюда зайти и побрызгать вот этого амбара султана на руку посмотреть как он будет на руке пахнуть муж мой куда-то потерялся где-то он там идет сейчас зайду сюда тут пахнул ванилью ванильевым деревом здесь янтарный султан ты его понюхаешь наверно упадешь потому что он очень такой сильный очень крепкий но в этом что-то есть но женщина меня узнала она говорит а вы здесь были вчера я говорю точно я еще хотела попробовать два других аромата которые вчера не успела нет султан он такой уж очень крепкий на любителя конечно но мне интересно может быть он через час или два будет знаешь более мягким так что мы посмотрим а вот это ваниль вот это очень хороший запах тебе понравится сумочки он прям настроение поднимает такой какой-то интересный вибрирующий аромат ух ты какая сумочка блестящая уютные такие магазинчики интересные здесь суши кстати говоря продаются никогда здесь не покупала рыба свежая приветки здесь опять что-то уютненькое для дома свечи здесь люди сидят отдыхают что-то плюк едят очень уютненько красиво я тоже хочу там посидеть что-то выпить красного вина бокал например здесь снова цветочек да цветочек много магазинов они такие все красивенькие аккуратненькие а здесь вегетарианский ресторан выглядит интересно но это не для меня хотим попить вино где-нибудь в какой-нибудь такой ну типа маленького ресторанчика но то нам не нравится много людей то мало людей то ценников нет еще что-то в общем чувствуя что вино мы будем дома пить а там смотри еще когда вот стоят какие нибудь лампы интересные или свечи около окна вообще это смотрится очень красиво красиво а там посмотри на руку ну там бы я жила на крыше как кажется в общем эти духи вот этот амбар султан или по-русски он называется янтарный султан он действительно пахнет смолой и вот мне напоминает детство как я в детстве брала у бабушки моей она была скрипачкой преподавала скрипку у нее дома лежали скрипки естественно в футлярах я вот у меня была своя типа скрипка и я ее брала открывал этот футляр и тут же вот из футляра пахло вот чуть-чуть вот этим вот смолой как же он канифоль да канифоль который сам смячок натирают чтобы он лучше скользил по вернее наоборот чтобы он не скользил чтобы сцепка была со струной лучше и вот точно такой вот запах это вот этот парфюм очень я напоминаю причем еще я помню канифоль есть такой светло-желтый он не так сильно пахнет но считается кстати лучше именно для скрипка а есть еще такой темно-коричневый канифоль вот он точно вот так пахнет я помню я маленькая была я с удовольствием с этим канифолем канифолью игралась что-то я там с ними делала перекладывала их заворачивала ну и на скрипке немножко там пыталась что-то играть одним пальцем в общем прямо вот у меня воспоминания с детства пошли связанные вот с этим ароматом с канифолью вот действительно очень похожи вот кто знает запах канифоля точно вот один в один не успела я не успела я заснять ваши речи по поводу ресторанчиков и старческой публики и так далее здесь уже тематика какая-то новогодняя тортики всякие печенюшки уютно и красиво варенье смотри умеют они вот сделать вот так вот уютно что прям хочется вот туда зайти особенно когда на улице холодно и зимой и снег прям вот притягивают эти кафешки притягивают своим теплом и вот уютностью естественно там еще что-то можно съесть выпить вкусненькое тут одежда беспонтовая вот пожалуйста ананасики гранатики и даже орехи грецкие так мы ничего подходящего по дороге не нашли пришли домой вот я уже зажгла свечу мы уже достал вот такой вот венок кстати молдавская криковская изабелла говорит что очень вкусная полусладкая я вижу написано вот красивая бутылка такая бордовая с золотом и мы прикупили тут вот таких багетов с маслом сейчас я быстренько их поставлю в духовочку они у нас будут горячие ням-ням-ням я уже прям проголодалась в общем тут идет масло чесночное а здесь какие-то травки к этим багетам я взяла вот такой вот швейцарский сыр хотела другой взять вкусный очень вальди продается но того не было взяла швейцарский и ну тут шоколадка просто мусса шоколад кстати тоже неплохая но лидловская шоколадка мне больше нравится тут видите с чили и с вишней интересная такая тоже темная черный шоколад так что вот сейчас будем все это кушать будет у нас такой романтический ужин при свече так что так вот надеюсь вам понравилось это видео пишите комментарии мне очень было приятно что вот последний влог вам так понравился и вы мне писали комментарии что интересно и чтобы я снимала еще мне прям очень приятно вот поэтому сегодня снимаю еще надеюсь что у вас поднялось настроение от этого видео вот вот и с этими парфюмами кстати тоже очень хорошая вещь вот если вам хочется как-то каких-то новых эмоций нового вообще просто вот поменять обстановку что-то вот сделать необычное вот зайдите в такой парфюмерный магазинчик и понюхайте просто эти парфюмы это настолько вот как-то я не знаю переключает и поднимает настроение вот прям вот как-то очень интересно и вот у меня прям вчера настроение поднялось и сегодня вот я тоже хожу все время эту канифоль нюхаю вот этот ваниль вот прям вот интересно они так действуют на настроение хорошие запахи но такие на любителя конечно не всем они понравятся все буду закругляться иду ставить багеты мои в духовочку желаю всем хорошего настроения и все пока пока